Сотрудниками КАСП «Энерго» было проделано немало работ, предусмотренных планов по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2023-2024 годы. По словам главного инженера Абдулла Лачинова, крупных аварий, где большие районы города оставались бы без электроэнергии за последний период в муниципалитете, не наблюдалось. Мы этого не допустили, так как достаточно на высоком уровне были произведены работы подготовительные еще в прошлом году. Как отмечает Лачинов, на сегодняшний день организация нуждается в специалистах. После перехода в состав Ростети и Дагенерго произошли некоторые изменения в штатном расписании. От нас есть объявления, соответствующие в наших телеграм-канале, что мы нуждаемся в рабочих категориях, которые нам бы оказали помощь в этом направлении. Но, тем не менее, работа не останавливается. Практически каждую субботу и воскресенье тоже аварийная бригада. Создаются некоторые работы, которые не успели вовремя осуществить. Мы продолжаем даже в охотные дни. Недавно было отключение 10-го фидера микрорайона Кирпичный. В несколько часов сотрудники КАСП «Энерго» выявляли причину и место повреждения. В кратчайшие сроки были проведены ремонтные работы для восстановления электроэнергии. Оставлены были частные трансформаторные подстанции, честно на коммерческой основе, которые работают. С ними у нас отдельный разговор. Мы предъявляем каждому из них, чтобы они представили нам акты проведенных работ, протоколы испытаний, проверки своего электротехнического оборудования, что оно соответствует нормам. И их можно обратно включить в работу. После этого только возобновляется электроснабжение этих объектов. Такая процедура, по словам главного инженера, будет проводиться и дальше. Также он отметил, что после аварийного отключения объекта невозможно его включение без проверки Россетей Дагенерго.